Следующий текст называется «Иргиз», это такие вариации на тему анонимного текста «Плач по Иргизу», который не так давно обнаружили в виде рукописи. Это стихотворение написано предположительно в последней четверти XIX века, и оно про разгром крупнейшего центра старобрядцев, который находился на пересечении рек в окрестностях Большой и Малый Иргиз в 1830-1840-х годах. Это Саратовская и Самарская область нынешняя, и значительная часть населения старобрядческих сел была депортирована как бы теперь сказали в Линкарань, который Азербайджан, и потерял собственность, почти всех выселили, и старобрядческие монастыри, который там был, закрыли и передали негрянам. С эпиграфом «Собственность Плач по Иргизу» «Дождались и мы жестокой зимы, Выслали нас всех без всякой вины, Дождалась нас невиновных зима, Дождалась нас невиноватых зима, Крылышки простерла, Руки стерла, Сама, Сама, Время нашей медленнее реки, А пропиталась с нами по горло, Прошло и само, Вот оно закутанное В молчании вместо пений, Мимо летучие мыши идут в обмотках, Деревья здесь уменьшаются, Затыкают птицы рты проходящим, Идет прохожий, рассматривая предметы в слезах, Вещи его отворачиваются от него, Предметы опускают глаза. Сбиваются воробьи в черное стадо, Машут полустертыми уже крыльями, Летят за море от нас рассказать, Что уж нас тут нету, Одна зима плывет поперек дорог, Фыркает, а повсюду летает, Ползет, ползает новое вранье, Голодное, храброе, По-плохому вис страшное, отчаянное, Вгрызается в человека с изнанки, Разрастается, разгорается, Угрюмым огнем, Всех огней, всех дней. Пой собор улетающих птиц, О погибшем потлелом, Невзираемым, нестречаемым. Назови мне прибыстрая Уза, Направление рек и ручьев, И ветров, что расселись повсюду, Галдеть и глазеть без любви Некрасивую нашу бедную, Бывшую черствую землю. Целый свет нам Отечества, Но и в нем нету вежищем. Крылышки постирала зима Сама, Новая надела, Пришла, смотрела, Весела, воссела, непостижимо, пела. Я сожгла все, что можно было сжечь Так или дотла, Я сожгла все, что вы любили, И всех, кого любили, сожгла. Я воссела над вашим бывшим, До вас пришла временем. Подползают к ней польстившиеся под петь, Не поднимая глаз От бывшей своей земли. Так поют. Разгрызает с изнанки Огонь своего человека. Разгрызает огонь человека, Изнанку немую Разгрызает себя человек, Да и изнанки безвидный. Разгрызает изнанка изнанки Огонь человека. Дождались и мы Жестокой зимы, Выслали нас без всякой войны. Время пришло, Пропиталось с нами, Пошло горлом, Стало горем, Горечью заговорило с нами о детях. Расскажи нам о радости тела, Горящей и происходящей, И о горе бездомном Горячего бывшего прежнего тела. Расскажи о песчинках Шахата, О диких степях Забайкалья, О пространствах отчаяния, Спальных, бессонных, районных. Расскажи о воробушке, Что остался без тела. Каково это? Стать своим собственным будничным телом, Но светящимся, дремлющим, Сонным и не знающим боли. Я хотел бы, и вот я пытаюсь не думать об этом, В те моменты, когда это происходит, Но знаю, я всегда знаю, Когда это происходит или не происходит. И когда это происходит, я стараюсь не думать об этом, А думать о том, каково это? Остаться без тела. Я хотел бы остаться без него, Происходящего по собственной воле, Без того, что растет, выпрастывается, Вырастает, поднимается изнутри, Повторяющегося события, О котором я не могу не думать, Как бы я ни старался. Выпадает ласточка из небес, Происходящее длится. Невозможно, незабываемо, Неотвратимо неподалеку. Будем жить, пока живы, Пока цветы рождаются, Говорятся в пустоте несказанной, В степени вместной, Безвестной, тесной. Фурий ласковый, И Аврелий верный, Лепесток лемех, Бесконечная степь. И ты с незрячим зверьком, И Мурза смелькнувший, Со случайной своей зрячей видящей Милосизой, Все остались без тел, Но происходящее говорит, Все еще говорит временами, Со всеми нами, Словами. Я ворожек, говорит, Представлял себе все, Всякий раз, когда ее тело было, Летело, пело. Нет не стать никогда Слепящим пустым пробелом Человеческого удела, Полуслепым, оборванным, Без боли осиротелым, Обобранным, оскуделым. Потому что происходящее Осязаемо, представимо, Потому что непредставимо, Видимо, различимо. Здравствуй, острая белая роза, Чумная, сквозная, Что над миром сбывается Свыше надежды и меры. Помолчи мне о боли горящей И происходящей, О бессонном кипящем событии Отождествления. Помолчи мне о лезвии, Проникающем, раскаленном. Следующий текст я прочитаю второй раз в жизни, И он такой сложно устроенный, Что всякое может произойти. Был с присутствием над несуществующим морем. Расстояний не существует. Больше не существует. Расстояние не существует. Расстояние завершилось. Расстоянием называется то, Что становится исчезающим морем. Прямо при нас. Только невозможное происходит. Только происходящее может быть расстоянием. Расстояние – это голос присутствия. Расстояние – это может быть речи. И всего неосуществленного, и всех неосуществившихся. И всех несущественных, и всего не существовавшего. Так мы думали. Одно только невозможное – Хочет произойти так сильно, Что становится расстоянием, Пре-ра-щаясь. Отсутствие крик, присутствие его, Не может быть речи. Расстояние – его разверстые тела, Бормочущее и хрипящее до краев, Заполненное солнцем осенним, Красным, соленым, холодным, Расплескивающимся, расплескавшимся. Толчками по полу пополам и истекая, Холодным, соленым, сладким, сладким. То расстояние – не что мы знали оно, То расстояние – не что мы знали о. Но расстояние, что мы знали были, Отсутствие именно они существовали, Как места и пустоты. Новое поколение расстояний, Их новые безместные штаммы, Не поддаются никакому присутствию И никаким соприсутствием неистребимы, Оказалось. Ни одно невозможное, Так мы думали, пополам истекая, Завершилось, окончилось, Никогда уже не проснулось, Но ведь вот они, вот они, вот они, вот Состоят в невозможном далеком неровном строю, Безвоздушных неровностях черного беглого строя. Расстояние, и оно совершается, Еле высвистывая свой золотой, Или слышно сквозь сон и грохот золы, И мы думаем, как во сне, Сквозь вой несуществующих расстояний, Наплывающей волна за волной. Думаем о том, что у нас никогда Ничего не было кроме моря, Кроме уровня моря, От разрыва до горизонта, И вот море уже, И земля, и небо, Те первые тоже. Расстояние, Немедленные цветы, Красные, цветущие над морями, Над нами животными, Дремотными, безвоздушными, И огонь, и огонь, и снег, И артритная боль речи, А моря уже нет. И расстояние, расстояние, Ледяной цветочный огонь, И ржавые простуженные кости пространства. Дорогие наши животные, Бессловесные, Беззаботные, Безработные, Заспанные, Недовольные. Все, что внутри бормотало, И одеяло, Все, что потом уходило, И приходило, Но что с нами говорила, Успела, Что хотела, сказала, Но объяснила, И необъяснимую смену времен, И десять месяцев, Года. Покинувшее нас раньше времени Все, что нас защищало. В общих ночных вагонах Еще спала артиллерийская тяжесть, Голодом светилась товарным, Бессонницей выгорая, До золы окраинных веток. Близымянным зимним углам, Молодеятельных, Разреженных станций. Все, что нас охраняло, Было нами, Не умирало, Вышло. Пять, говорила, Десять минут, Ненадолго. Все наши самые дорогие животные Неисцелимы, И сами мы неисправны, Непоправимы, Невидимы. Те, кто звал нас, Зовет нас и позовет нас, Кто нас не покинет, Не сможет, Кого нам самим придется покинуть. Мы их самые дорогие животные, Их бесцельные, Их неисцелимые, Неисправные, Безвозвратные, Нераздельные, Неразлучные. Дом покидает дом, Комнаты выходят из комнат, Щурясь от расширяющегося света, Лисы выбираются на поверхность земли, Птицы выпрастываются в воздух. Птицы выпистываются в воздух. Продолжение следует...